Север Петербурга, Литовская улица. Сотрудники спецслужб производят захват. Это действительно опасное задержание. Одно неловкое движение может привести к трагедии. Оперативники молниеносно надевают наручники. Человек в скромной комплекции террорист. За что задержан? Спрашиваем. На горе находится треперокситоцитона. Это что такое? Взрывчатые вещества. Треперокситоцитона. Страшная взрывчатка. В военных целях не используется. Взорваться может в любой момент. Поэтому террористы называют его мать сатаны. Лабораторию по производству бомб устроили в обыкновенном контейнере. На этих кадрах видно, как даже небольшая щепотка вещества при внешнем воздействии взрывается. Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам, ну и прикрепить какие-то поражающие элементы. Террорист Евгений Ефимов. 18 лет. На суде он заявит, должны были взорвать Казанский собор. Теракт планировали в субботу. В канун важнейшего для православного мира престольного праздника. Дня великомученицы Варвары. Покровительницы детей. Защитницы от внезапной насильственной смерти. О размерах террористической сети говорит еще один отрывок из небольшого оперативного видео. Чекисты пришли в обычную квартиру. Одного террориста спецназ уложил на пол в коридоре, двух других в комнатах. Третий задержанный сидит на диване и с подлобью наблюдает за обыском. В кадре книги радикальных исламистов, автоматы Калашникова, тротиловые шашки и все тот же пероксид ацетона. Его хранили в пластиковых стаканах. Спецоперация заняла два дня. Чекисты задержали семерых террористов. Все члены запрещенной в России организации. Они планировали несколько взрывов. Кроме Казанского, хотели устроить теракты в местах массового скопления людей. Лежать на пол! На пол! В Петербурге такие кадры воспринимаются по-особому. События 3 апреля. Технологический институт. 19-летний террорист метро привел в действие самодельное взрывное устройство. 15 человек погибли. Более 100 получили ранения. Так совпало, что очередное сообщение о предотвращении теракта пришло буквально через неделю после официального заявления о разгроме ИГИЛ в Сирии. И даже страшно представить, сколько было бы таких операций ФСБ, если бы был сделан другой выбор. Елена Болдышева, Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...